В Магнитогорске начали праздновать День города и День Металлурга. В эти дни для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. Одно из основных действий развернулось в арене Металлург. По традиции, поздравления принимали ветераны ММК. В числе почетных гостей и первые лица комбината прошлых лет. Леонид Радюкевич был директором ММК. В свое время он внес большой вклад в освоение новых технологий и модернизацию оборудования. Леонид Владимирович и сегодня следит за судьбой родного предприятия. И, как и многие, ждет ввода в эксплуатацию комплекса коксовой батареи. А это значит, будет остановлено несколько старых батарей. Остановлено несколько старых батарей – это очистится воздух. Он и так сегодня в магнитке довольно чистый. Из Подмосковья в Магнитогорск приехал заслуженный металлург Вячеслав Егоров. В начале 90-х он работал в управлении ММК. Долгое время возглавлял русскую металлургическую компанию. Несколько лет был председателем совета директоров ММК. Я 40 лет отдал коксохиму. Закончив Томский политех по специальности химическая технология твердого топлива, значит, приехал сюда и 40 лет точно точка в точку. 1 сентября 70-го года приехал, 1 сентября 2010-го работу закончил. Бывшие директора предприятия, руководители его крупнейших подразделений – День Металлурга. Для них большая радость и еще один повод встретиться с бывшими коллегами. Я 40 лет отработал. 42 с половиной. Ну как отойти от этого, если она уже, значит, все в крови идет? Тут уже никуда не денешься. Это уже до конца своей жизни нести то, что ты был работник комбината, независимо от того, руководитель или нет. Мы основную часть своей жизни провели на комбинате. Нам не безразлично, но хозяйство на комбинате хорошо развивается, мне приятно. По традиции ветеранов с Днем Металлурга поздравили нынешние руководители комбината и города. Мне кажется, это хорошая традиция, и мы ее всячески поддерживаем. И мне пишут, что ветераны тоже ее оценивают по достоинству, всегда с удовольствием приходят и вспоминают, рассказывают, дают советы. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за то, что действительно нас многому научили, помогли, передали опыт, и это бесценно. Пообщавшись, ветераны прошли в арену Металлург. Для них здесь организовали яркую праздничную программу. Со сцены прозвучали теплые слова поздравления. А после состоялся показ музыкального спектакля «Горячие сердца», который представил Магнитогорский театр оперы и балета. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok